Продолжение следует... Продолжение следует... Ты можешь порассказать, кто такие переследованы сначала? Кто такой Степанов? Да. Значит, расскажу сначала о технологии знания варианта, как она выглядит, что такое метафорический протокол. Есть различные, вы знаете, методы групповой терапии или групповых игр и тому всего подобного. Мы очень хорошо о них знаем по всевозможным западным фильмам. Есть, кроме того, известная технология мозгового штурма. Тоже об этом все знают и большинство принимали в этом участие. Вот если говорить о знаниям реактора, то это продвинутая технология мозгового штурма. Как она работает? Работает она примерно, если так сверху описать, чрезвычайно наивно. Допустим, у вас есть 9 человек. Эти 9 человек разбиваются на 3 группы, так называемых, по 3 лепестка. Сергей Борисович Переслегин является приверженцем скрытых параметров развития истории, о которых он говорит, помимо Гумилевского, так называемого, параметра пассионарности, или брыжущей внутренней энергии, он еще говорит об инвентонарности и океанальности. Инвентонарность это следующее. Это когда человек умеет каким-то образом придумывать всякие технические штучки. Там иголку, паровую машину, еще чего-либо. Парадокс этих людей состоит в том, что не наука им предшествует, как правило. Как правило, бывает все прямо наоборот. Они чего-то придумывают, а наука потом это дело объяснит. Поэтому такая удивительная страсть и возможность придумывать всякие интересные штуки, всякие приспособления, называются инвентонарностью. Этионарность, соответственно, это возможность придумывать новые способы существования. Купнейший айтионарий, типа Иисус, Магомед, а и айтионарий второго порядка, например, является Гитлер. Поэтому, исходя из таких представлений, вот этот лепесток делится на три человека. На пассионария, айтионария и инвентонария. Люди назначаются здесь, как правило, совершенно произвольно. Дальше происходит первый такт. В первом такте задается какой-то вопрос, ну, самый личный, может быть, произвольный. И в этом произвольном вопросе лепесток, то есть два человека, айтионарий и инвентонарий, обсуждают это дело независимо. А пассионарии, они оборачиваются в центр круга втроем. И между собой должны генерировать какого-то рода метафоры. И на этих метафорах в дальнейшем что-то должно строиться. То есть речь идет, что возможно некоторое взаимодействие между вот этими тремя людьми и всей группой сразу, которое организуется таким образом, что у нас есть лепесток из трех человек, еще один лепесток из трех человек, еще один лепесток из трех человек, три лепестка из трех человек. Связь между ними осуществляется, как правило, через вот этих людей, которые могут разворачиваться, то находясь лицом к своему лепестку, то есть к инвентонариям и кианалию, то обращаясь в центр круга, где они встречаются с пассионариями других лепестков. Вот что это такое. То есть это похоже просто по форме на работу реактора. Да. Недаром есть такая аналогия. Похоже она на реактор. Похоже она на реактор. Мы ходили только что на малознание в реакторе, это было как раз в Девизнасад. Там ребята поставили интересный эксперимент, не знаю, неправильно, нету, было познание в реактор. Они что здесь попытались? Они попытались полностью разделить пассионария от своих лепестков. То есть у них пассионари в центре круга занимались своей деятельностью, все время своей деятельностью. А те, которые занимались вот этих лепестки, так называемые, тоже внутри себя общались. То есть не происходят. С собой не общались. Да, то есть между собой. То есть пассионарий, глава этой тройки, он к своим не оборачивался. Там же в оригинальной методике Переслединых он же пассионарий, он меняет два разных такта. Первый, один такт, когда он общается только в своем кругу, то есть тремя своими людьми. А и второй такт, когда они общаются между собой, его люди, эти аналии и инвентаналии. А он общается с другими пассионариями. Считается, что подобного рода смена этих фаз, она соответствует охлаждению этого реактора. Само расположение людей это важно очень? Да. Здесь очень важно как сидеть. То есть сидеть надо напротив друг друга. Да, сидеть каким-то образом очень... По кругу, да? Да, это тройки, получается, лепесток, которым три человека, вот эти так называемые пассионарии, контуры, они находятся внутри него. Вот это такая технология знания реактора. На самом деле я присутствовал на такой технологии, на двухконтурном реакторе, где в каждом было 4 или 5 лепестков. И могу сказать, что что-то помимо простого разговора и бла-бла-бла, что-то там происходит. Происходит исключительно сильное и интенсивное. Действительно похоже, что люди связаны еще каким-то взаимодействием, или взаимодействием какого-то другого рода. Что действительно, если я могу так сказать, мысль материальна. Ну мысль как бы материальна. Что действительно, мы философию уже давно замечали, в том числе замечал Магавицын, этого я с ним выложил. Что если мы говорим о том, что мысль нельзя повторить, то есть запомнить и произнести ее заново. Мы можем только продумать заново. Действительно происходит какого-то рода взаимодействие. Это взаимодействие, такое, если говорится, в мысль материальна, оно в настоящий момент не описано. Никаких рациональных объяснений я ему не вижу. Тем не менее, когда мы работали в котлах на большом знаменемом реакторе, в двухконтурном реакторе, то есть там было два контура, где-то, по-моему, с пятью лепестками каждой. Между ним еще ходили люди, которые считали общий сбор и охлаждение этих вещей, всех этих контуров. Работал он с дикой силой. Нынешний малый знаменемый реактор, как ни странно, он не работал. Я не работал, это как раз показывает, что сама технология более чем живая. Потому что стоило отойти от самой технологии, то есть заставить пассионариях никогда не обращаться к своим лепесткам, пассионария, их технология превратилась в обычную мозговую штуку, потом очень слабо работающую. Какой критерин? Слабо, сильно работающий. Ну, по результатам. Они же что-то делают, занимались, как там, вопросы были какие-нибудь такие, посылки, как, например, заставить людей снова жить на Дальнем Востоке и в Сибири. Или какое, в том смысле, вовремя будущее, что как довезти. Как здесь и следовало ожидать, поскольку пассионарий, работая только в метафоре, к своей команде он не обращается, то они несли какой-то вздох. Поэтому с метафорами у них работать получалось очень слабо. А здесь у нас в манерном лепестке энергии не было совсем. Потому что человек, который за эту энергию каким-то образом обращается, он действительно внутри центра города, к нам не обращался и с нами не работал. Здесь еще очень важно, что если кто-то встает, то все может казаться шуточкой, конечно. Если кто-то встает, то человек-сборщик, и служба безопасности, которая ходит вокруг этого реактора, такой человек-машинная система, он обязательно должен занять его место. То есть у тебя реактора не должно быть пустых мест. То есть тебе надо выйти по нужде куда-то со своего места, то ты вместо своего покинешь только каким способом, чтобы туда сеять какое место. Это тоже удивительно. И это все показывает, что этот процесс вполне верифицирует. Ясно. Что это такое? Когда я пошел на стратегическую игру, о которых я достаточно много слышал, есть у Сергея Борисовича совершенно блестящая книга, если кто-то хочет ее почитать, называется «Мифы Чернобыля». Она читается очень интересно, и посвящена то ли стратегической игре, то ли разбору какой-то ситуации вокруг Чернобыльской АЭС. Попытка развития событий. Да, развитию событий. Где они это дело обыгрывают. Знаете, это тоже странная вещь, так называемое сценирование. То есть такая петербургская школа сценирования. Они же Елена Борисовна, Сергей Борисович, у нас на все руки мастера. И постоянно рождаются всевозможные организации. Знанийный реактор, Петербургская школа сценирования вокруг них. Потом имперский генеральный штаб и так далее. Это те самые мета, про которые ты говоришь. Само понятие знанийный реактор. Они везде это рождаются. И вот в Петербургской школе сценирования, и вот то, что является стратегическим игрой, по сути является сценированием. То есть различные люди пытаются, исходя из каких-то соображений, я буду говорить, что это за соображения, воспроизвести окружающую обстановку. Что-то такое. Или кто-то играет, скажем, сценировать. Кто-то играет за руководство Чернобыльской АЭС, кто-то играет за правительство Соединенных Штатов Америки, кто-то играет за Маумара Каддафи, кто-то за его дочерейки, потому что за юрийский народ весь. Это вот так. Независимо ко всему. Тоже совершенно странный момент. Почему это сценирование как-то работает и позволяет получать какие-то результаты, это большая загадка. Потому что когда я с этими играми столкнулся, вот сейчас, например, как это посвящено памяти Маумара Каддафи, то есть вот с этим сценированием, то первая очередь была, что это либо это игра для взрослых, но взрослым же людям тоже хочется поиграть там на что-то. А тут это дочь Маумара Каддафи, как когда Каддафи побудешь, или что-то еще. Само Маумара Каддафи в последний раз играл известный блогер, знаете, может быть, известный по переписке ООС с Дмитрием Медведевым и автор там нескольких десятков книг патриотического содержания, так называемый Максим Халашников. Желающие могут найти, он очень популярный блогер, один из самых популярных блогеров в нашей стране, известный журналист. Вот он его, и он играл Маумара Каддафи. Это первое, что кажется, что это игра для взрослых. Второе, это кажется, что это просто утилизационная программа. Ну, в самом деле, допустим, какой-то человек обладает определенного рода интеллектом, способностями, знаниями. Ну, а ясно, что эти знания, которые у него есть в голове, они поздно или рано будут болеть. Почему они будут болеть? Ну, потому что, как мышцы болят, то есть ты раскачал мышцы, и тебе все время нужна какая-то минимальная физическая нервность. Если ты накачал ум, то тебе тоже нужны какие-то задачки. Это не будет экстремальным никогда. То есть, всегда меньше, чем сто, чем ты ставился, подобного рода вещь есть. И поэтому, как бы, тебя надо такими задачками, всеми задачками нагрузить. И, казалось бы, вот знаниями реактора и вот эта стратегическая игра это как раз такая утилитационная программа, которая люди, которые, в общем-то, сами себя и их ухожающий домос списали в утиль, ну, потому что теми знаниями и умениями, которые они обладают, они принципиально не утилитарны. Ну, не утилитарны. Они не знают, что с ними делать. То, как бы, и эти знания и умения тихонько атрофируются на то, что происходило как можно безболезненно существует подобного рода игры. Ну, вот. Каков результат был выгрыз? Ну, я расскажу. Я просто примерно описываю, достаточно сульбонно, описываю, что там... В принципе, это все понятно, просто более развитая технология мозгового штурма. Да, да. Или сильного. Ну, Игорь считает, что там мистические или мидности? Ну, нет, я считаю не так. Ну, это как в церкви, да? То есть, какая-то обрядовость есть, какие-то... Скорее, как расставки химии. Ритуалы там, не знаю, которые якобы приводят к каким-то... К каким-то действиям, да. И то здесь тоже такое ощущение, вот есть некоторое ощущение, что тоже что-то происходит. Помимо обычной фигни, что-то еще параллельно происходит, еще что-то параллельно. В чем выражает это? Ну, ты ощущаешь. Ты ощущаешь. Ну, это же бывает, что люди, обладающие слабыми какими-то способностями, есть люди, которые не обладают никакими способностями, паранормальными, никакими, духовными. Но на самом деле есть люди, которые не обладают, например, в состоянии оценивать, что в этот мир происходит, страшно, не страшно, страшный человек, не страшный человек. В состоянии, там, очень часто мать чувствует свое дитя на расстоянии, То есть всякие вот такие вещи. Ты приходишь как-то в какие-то места и чувствуешь, что оу, это место силы, чего-то здесь такого творится. То есть самый простейший с такими вещами способ работать, это их игнорировать. То есть самый распространенный способ со всем этим работать в настоящий момент, это игнорирование. Это есть рациональный подход. Да, это рациональный подход. Все, что не удается формализовать или рационализовать, то сбрасывается. Когда нечего рационализовывать. Второй подход, он состоит в том, как всему это надо прислушаться, это надо замечать и это можно даже использовать. И такое ощущение, что всевозможные эти сценирования, знаниями реактора или что-либо еще, они, вот эти странные эффекты, слабые, они научились их использовать как-то своих интересов. А в чем выражается это использование? Это влияет на решение проблем. Да, они считают, что таким образом можно открывать не только новые знания, но знать что-то новое о мире такое. Но его и менять, ты не поверишь. Менять что? Миф. Ну, естественно, ты его меняешь. Если его фундаментально можешь менять. Смысл состоит в том, что мы, как бы те, кто участвует в игре, как бы прогностически прокладываем путь вперед, дорожку, по которой, возможно, пойдет человечество. Да, но это было бы очень просто. Это было бы очень просто. Знаешь, как просик в лесу. А есть и другое, более фундаментальное мнение, которое Сергей Борисович обходит достаточно в книжках своих аккуратно и стилистически выверено, но с другой стороны, так он говорит достаточно строго. Он считает, что так называемый альтернативный сценарий, как в плантовой механике происходит, да, у тебя альтернативный сценарий может оказывать большое влияние на текущую реальность, в которой ты живешь. Любой альтернативный сценарий, как бывает в плантовой механике, там же... Игорь, но они являются ли это мечтой, знаешь, философов с древнейших времен, чтобы с помощью силы мысли, так сказать, менять реальность? И являются, являются. И являются. Древнейших времен. Я поэтому элемент утопизма здесь совершенно образом вижу. Конечно, он есть. В этом и есть большая мечта, что ты собрался на какой-нибудь стратегическую группу, посвященную древнюю, разыграл какой-то альтернативный сценарий, тем самым изменил мир, улучшил и что-либо еще сделал. Самое интересное всегда, что ты не просто отброс философов. Да, самое интересное, что философам всегда предъявлялась претензии, что вот чем вы занимаетесь, они говорят, мы думаем. Кому, ну что это думаем, что оно дает. Помнишь, там, про Раскольникова, там, спрашивают ее, там, женщины, которые работают у хозяйки, спрашивают, чем, говорит, занимаемся, почему это не работает, что он, типа, там, что он думает, много ли денег надумал, да, вот вопрос, претензии, самое главное, претензии к любому интеллигенту. Ну, я могу сказать, что денег, ну, думаю, достаточно много, потому что и людей со стороны, она стоит конкретно, участие в такой игре стоит конкретно денег. Ну, если посмотреть и посчитать, и выверить все расходы, то я думаю, что это все-таки не вредно. С точки зрения, это все-таки не бизнес. Да, это не бизнес, конечно. Да, это в лучшем случае, там, штаны. Это просто, на самом деле, этот бизнес еще не поставлен на коммерческие рельсы. Ну, всевозможные вот такие групповые работы, там, анонимные алкоголики, всякое прочее, в развитых странах и приносят и деньги, и приставлены на большие коммерческие рельсы. А здесь я повторяю, что у нас участие нашего форума из Германии, Маргарита, да, она, когда я выложил первый раз такой ролик, она посмеялась и сказала, что на Западе все об этом давно уже хорошо знают. Но технология знания реактора, это то самое, что давно уже используется на Западе, только гораздо сильнее. То есть это технология фабрики мыслей, и человека, машинная система. Ну, мозговой штурм есть такой. Ну, 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 что, да, то есть собирает людей, кучу людей, ставит эту технологию задачу, брать штурм, брать штурм называется. Ну, очень интересно сидеть, что они, вот, что оказывается, что как они сидят, как они работают, какие такты проходят, очень сильно влияют на результат. Что, на самом деле, мозговой штурм, это не просто, а, соправились вместе и подумали, что, оказывается, он имеет определенную вводу закономерность, свою внутреннюю структуру, эту структуру можно улучшать и достигать гораздо больших результатов. И то, что малый знанийый реактор преступления технологии так замечательно проваливается, это показатель, что очень важно, что как сидит. А я как раз потом третий вопрос. Ну, это сначала доведи до конца логику, в чем состоит стратегическая игра. Значит, вот, а стратегическая игра, люди расслабляются, дается определенного рода водное, и дальше каждый считает, кем он будет, какой силы. Наша была попытка в памяти Муамара Каддафи разыграть борьбу Ливии, то есть очень слабого, против очень сильного, против западной коалиции. У нас, разумеется, были всевозможного рода другие действующие лица. У нас это были все великие державы, я, например, играл за Россию, то есть у нас был еще один, играл за русских, но он достаточно быстро ушел, и дальше играл за Россию один. У нас была целая толпа народа, которая играла за ливийцев, один оппозиционер, один, как называемый, образно выражаясь, дочери Муамара Каддафи, громкопадущей армии Муамара Каддафи. Сергей Борисович Перстадин был посредником, и он в этой истории, в этой игре начинал рассказывать, ну, расскажу, всякие, то есть люди делали определенного рода действия, а он им рассказывал, что из этих действий последовало. У нас была силы западной коалиции, они состояли из свободной прессы, из Соединенных Штатов Америки, из Италии, Франции, ну и все, вот это стояли. У нас были Ротшильды, то есть финансовые анигархи, у нас была еще куча всякого мусора, Булат играл в Минисуал, кому он был нужен, его практически все игнорировали, потому что Минисуала было явно не пределало. У нас была ООН, у нас Александр Макуриенко играл. Каким образом определялась сила того или иного участника? А по ходу дела было ясно. Как по ходу дела? Если я не верю, что Булат не смог, так сказать, своим интеллектом задавить какого-нибудь чашенького американца. Не смог, и во-первых, американец Алексей Степанов был совершенно не чашенький, я могу сказать. А во-вторых, я даже до них добраться. Здесь состоит, что ты не должен свои амбиции, свои личные туда приносить, а стараться следовать как бы сам себе, давать такую установку, то что ты следуешь, все держать. То есть, изначально предполагалось, что Венесуэла слабая страна, и неважно, в Крыму играет, надо просто выбрасывать. Но когда Венесуэла был, все, что им удалось, это вместе с Бразилией организовать единую валюту. Нет, ну, Единый Латинамериканский союз, ну, как бы страны, в Америке, и на базе этого союза ввести единую валюту и единую армию. А страны не хотели, что ли, объединяться, поблагать и т.д? Нет, не хотели, не хотели. Индия там что-то пыталась? Он пытался на помощь Кадайфе послать обмородировщиков, но, наверное, что было, то было объяснено, что те обмородировщики, которые из Венесуэла просто не долетят. Так, а кто определял, так это или не так? Ну, вообще, Гугл был посредник, то есть Сергей Борисович, плюс еще сборщики. То есть, он говорил, что, типа, Блад, сиди на месте, и не делал вместе. Нет, не делал, что он не говорил. Ну, кто определял? Ну, все сами понимали. Ты, Игорь, расскажи эти технологии, ты рассказываешь, на самом деле, непонятно что. Технология состоит в следующем, люди разошлись по помещениям, да, и начали с друг другом общаться, только для общаться не от своего личного лица, а от лица тех стран, тех персонажей, которые не представляют. Например, если я был в Венесуэл, да, и я, как Угу Чавес, там ходил и пытался с кем-то о чем-то договориться, меня и спрашивают, ты кто такой, я говорю, ну, пусть я в Венесуэл, ну, меня либо игнорировали, да, меня просто либо игнорировали, либо, как бы, там, говорили какую-нибудь ерунду, там, что из картики. А я играл за Россию, всякий же образом пытался торговать советским наследием. И у меня это хорошо получалось. Чем торговался? С советским наследием? С советским наследием. И ремигами. Ну, они, в основном... Там было несколько заседаний, ассамблей ООН, на котором, как бы, люди так делали покруппы. Да, да. Иногда они собирались в одной комнате, и два было, два заседания ООН, и каждый что-то... Выдвигались аккорды, пунктиматурные там, ну, вот я понимаю. Всякие превентивные действия совершались. В общем, на самом деле, шла такая игра, что о некоторых даже эпизодах этой игры мы даже знать не знаем. Просто как бы она как-то кулуарно проходила, вижу, какими-то участниками, мы даже не знаем, в чем она составила. Да, то есть, ты занимаешь часть своей игры, занимаешь часть своей игры. Можете почитать отзыв Максима Калашникова, который сегодня появился в сети. Вот, так вот он, он с позиции Ливии. У нас была своя, у России своя интересная игра. Мы с Ливией, конечно, взаимодействовали каким-то образом, но его с позиции, ну, там, своя игра. Стоит то, что в итоге, в конце, после того, как проходит несколько тактов, ну, было два такта, все участники собираются, как бы, и обсуждают, кто что почувствовал, как бы, какая... Вначале делаются силы фокус установки учебных. Вначале строится это в роли канонической расстановки по Хелену. То есть, там, левицы занимают центр круга, а все остальное народ пытается стать. То есть, а расстановка по Хелену состоит, что ты отключаешь, пытаешься отключить свои вербальные способности. Вербальные и свое я ты пытаешься отключить, то есть расслабиться. А поскольку, в первую очередь, пытаешься уйти от собственной речи, от речи и собственной мысли. А твое тело, то есть, в какой позе ты встал, на каком расстоянии ты находишься, как ты себя комфортно чувствуешь, оно, как бы, знает о происходящем, думает Хеленгер, гораздо больше, чем твой ум. То есть, оно знает некую дополнительную информацию. Считается, что есть некоторая потусторонняя информация, то есть, некоторые... А кто оценивает твою позицию, не знаю, там, твой поворот головы и так далее? Ну, это... Нет, ты сам можешь оценивать. Нет, и, во-первых, ведущий есть. И ведущий оценивает. Очень много зависит от ведущего. Ведущий еще, да, он должен видеть, на самом деле, некий, как бы, расстановку силы, пытаться все-таки... Я, наоборот, профессиональный психолог, и очень высокоэффицирую. Он, как бы, задает наводящие вопросы, и по наводящим вопросам и ответам участников, как бы, мы, как бы, сами, в целом, система, она еще раз, как бы, там, компенсируется, да, то есть, потому что... То есть, самоорганизуется. Да, самоорганизуется в том смысле, что она входит в некое равновесие, оно постепенно... Потом входит уже в окончательное равновесие, да, и вот эта расстановка силы считается уже, собственно, тем результатом, который получается. Да, да. В этом состоит в собственных расстановках силы. Да, то есть, ты, как бы, подействовал, что-то, и как-то, и как-то действовал. Что-то сделал, как-то... Если кто-то там, допустим, что-то сделал, это компенсируется действием другого и так далее. Постоянно произойдет взаимокомпенсация. В итоге есть некая игровая окончательная равновесия, в которую приходит система людей, которые расстанавливаются. И там выясняется, что такая очень забавная вещь, что Америке, по сути, эта война не нужна, что Америка, по сути, оказалась у нее буквально втянута, но вынуждена была там заниматься. И она сама по себе континент, она сама по себе вселенная, она всегда будет заниматься своими вопросами. Что чисто абстрактно, больше всех из всего этого конфликта выиграла Россия. То есть по очкам, по количеству бабла, которые она на этом заработала и всему прочему, Россия выступила больше всего. Ее честь, вообще все могли прерваться в ее сторону, потому что она торговала всем, чем угодно, предавала всех своих союзников и своих друзей, предавала своих врагов и предавала всех, кого могла. Но с другой стороны, с другой стороны, ее честь удалось спасти группе российских офицеров, которые, когда было за бабло и за влияние на Украину, было принято решение собственные войска из Ливии, то есть с советниками, вывезти, эти офицеры не выполнили приказ высшего российского руководства и сказали, что мы будем воевать против Америки, потому что нас всю жизнь к этому готовили. И они там остались, сказали, что мы контингент советских войск в Ливии, а не российских. И они там остались и приступили к тому, что начали защищать столицу Ливии. То есть, например, если бы это произошло в реальности, то так могло произойти. Он перед этим сделал вступление, что как бы это реальность, только мысли реальность. Понимаешь, не настоящая реальность, а мысли реальность. Это проработка альтернативного сценария. То есть, если бы вдруг наши действительно войска там оказались, то в теоретическом могло такое случиться, что так бы и произошло. Да, да. Наши там войска оказались. Как ни странно, в этом нам помогала Бразилия, как выяснилось. Потому что мы на открытую фрактацию не пошли с западом, но очень похожие ракеты на наши С-400 оказались почему-то рук Бразилии, она их туда и поставила за деньги. Деньги почему-то попали в России за них. Плюс удалось с Ливией получить старый советский долг. Вот. Удалось полностью получить влияние на Украину. То есть было сказано, мы отдаем влияние в Ливии, в том числе и голосуем, воздерживаясь по поводу резолюции организации бедных нации. Вы нам даете Украину. И они там договорились. Но потом, значит, получилась следующая забавная ситуация, что западная коалиция сделала нам предъяву по понятиям, почему вы обещали убрать свои войска и ракеты из Триполи. Они там остались. Но мы сказали, что мы советских офицеров, от тех, которые там остались. Не контролировали. Но за это Ливицы у нас решили большое количество противопехотного оружия закупить. В большом количестве. И за это мы часть наших посредников, то есть типа будто людей, мы американцам сдали, да. Ну, 20% на самом деле. Им сказали, что 100 американцев. Но Россия сдала 20% посредников, через которые поставлялось оружие. В результате и здесь она свое имя, то есть Украину все-таки отыграла себе обратно. И с другой стороны денег с Ливицев заработала и практически ничего не потеряла. Потому что мало что они 20% только информации получили. Но они еще только и ухитрились от этих 20, арестовать реально еще только 20%. Ну так Сергей Борисович по крайней мере сказал. Вот. То есть 4% вооружения, которое мы поставили имя, по большому счету потеряли только всего лишь. Но приобрели за это Украину и что-либо еще. То есть вот так и мы и играли. То есть понятно, да, вот на этом... А сколько интересно это согласуется с действительностью? Ну это близко к раздействительности. Это реально получается почему-то близко к действительности. Потому что все же люди умные, они примерно представляют, что где как происходит. И это очень близко. Ну как всегда себя позором покрыла гликая итальянская армия. Ну в том числе там у них оставалось у них несколько подводных лодок. А те взяли здорово и загрузили... А как можно представлять страну, которой ты понятия не имеешь? Я сейчас как раз критику выступил. Я же тебе сказал, что сейчас выступит критик. Ну сначала расскажешь как бы... Ну на самом деле считается, что ты эту страну... Страну как-то имеешь не какого-то рода представление. Или ты ее став таким образом, доходишь до этой стадии расслабления, что ты ее чувствуешь. Что ты ее чувствуешь. Что ты ее чувствуешь. Типа о основах Хеллингера. Там тоже речь идет, что ты анализируешь победение человека, которого ты никогда... Существование которого до этого ты никогда не подозревал. Но становясь у предонного рода полозы, у предонного рода отношений, ты можешь ее воспроизвести. И здесь точно так же. Ты считается, что можешь. Итальянцы по большому счету подтвердили свои подвиги времен Второй мировой войны. Ну, они посадили на лайнер, который звали Коста Конкорде, две бригады с военноской пехотой, и Ильинская лодка их потопила. После этого они вышли практически из войны и немало участвовали. А, да, там у нас еще было командование НАТО, и как ни странно было, между командованием НАТО и Америкой возникли непреодолевые противоречия во время этого действия. Не говоря уж о свободной прессе. Там ходил чувак, сидя в камере. Поскольку я был и Путиным, и этим, и этим. Все время спрашивал меня, как я отношусь к выборам, когда он видит на свободу Ходорковской. Я ему всегда говорил, что он будет сидеть и третий, и четвертый слой. Вот. Такая, такая вещь. А львийцам, им по большому счету, когда Россия и Китай наложили вето на Советы Безопасности, американцы с европейцами вынуждены были действовать быстро, и им удалось первую атаку на Бенказе отбить. И погибло, и потопили достаточно много народов. То есть, львийцы, на самом деле, мы предостановили войну, когда все-таки восток Ливии, то есть, район Бенкази, захвачен силами-коалициями, но Трипл еще устоял, и война еще могла долго продолжаться. То есть, нам, как ни странно, удалось посмотреть, что достаточно очень слабая армия может войскам коалиции, и которые очень озабочены тем, что им дорог каждый солдат, может достаточно долго успешно противопостоять. Безусловно, когда на их стороне хотя бы отчасти кто-то играет. Например, Россия, Китай во многом играли на стороне Ливии. В частности, мы знаем, что львийский золотой запас, хранимый в западных банках, то есть валютный, в реальности был арестован. Но тут это была моя идея. Я считал, что у меня тогда тоже что-то перепадет, но львицы ничего не сделали. Предложено было этот львийский золотой запас, собственно, большой порядка 60 миллиардов долларов, перевести на счет Центрального банка Китая. Они это и сделали. Ну и так, ни Китай, ни Россия в Совете Безопасности Ливию не сдали. Но Россия потом... Представляешь, что вся эта игра произошла уже по результатам уже прошедших событий, опять же, исторических. Да, но это будет у них вот единственная игра, если кто-то на нее в следующий раз придет. Например, следующая игра будет посвящена распродъема союза. Распродъема союза по мысли глубокоражаемых авторов этой технологии будет сопровождаться большим количеством революционных войн. Ну это опять же уже, так сказать, опять же событие, которое будет основываться на каких-то уже реальных факторах. И будут пытаться разыграть будущее. сделать то, чего еще... то, о чем даже еще не думают, скажем. Ну там это может быть появится. Кто знает, может появится, может не появится. Поехали на Марс, появление на планетян. Ну вот поиграли так. На самом деле, конечно, во много, вот мое ощущение, что все-таки было грустно. Просто не от именно игры, а по сути, потому что ты тоже понимаешь, что ты участвуешь, по сути, в утилизационном проекте. Что это значит? В утилизационном. Что это значит? Ну я расскажу. Можно, Игорь, теперь выступить с критикой по поводу технологии? Да, конечно. Потому что ты выступил как бы с некими позитивными оценками, да, того, что, собственно, она осуществлялась, да? Да. Стратегические игры. А я как бы теперь выступлю с некой критикой. Ну то, что, как бы, я согласен с тем, что игра сама по себе интересная. Да, и как бы... У нас с этим, да. У нас достаточно скучная жизнь, да, и в принципе, как бы, почему бы не развеяться, не съездить куда-нибудь и не заняться статегической игрой. Но я заметил, что вот в ней присутствует некий произвол. Произвол состоящий в том, что зависимость от того, кто играет, то есть зависимость от людей. Сама игра, она очень зависит. Ну да. Например, на руководящие посты, да, допустим, в Америке, были поставлены сильные игроки. То есть лидером ливийской группировки был Калашников, да. Лидером Америки был Алексей Степанов, то есть тоже один из руководителей, собственно, проекта, знания его реактора, да. Это был тоже сильный игрок. Присутствовали также Переслегины, которые все это вели. То есть это тоже сильные игроки. Они знают, чего они хотят. Они знают политику, они знают содержательность того, что в мире творится. Да, там практически столько водных материалов было выдано людям, не считая десятков часов этого. Тост и то. Вот, покажите, пожалуйста. Вот здесь и карты ливии, там и полный состав армии, всего чего угодно. И политическая ситуация, и анализы этих политических историй и так далее. Сейчас, опять же, подготовлены к конкретным людьми. Давайте, как бы я просто... В чем состоит собственная критика? Есть ли человек? Предположите, что человек не знаком с ситуацией, не знаком с тем, что представляет собой страна, как она разбита на какие-то регионы. Типа вот меня, допустим. Я взялся зачем-то за Венецеллу, уж не знаю по какие причины, но мне показалось, что Венецеллы, я в политике мало что знаю, за новостями, конечно, слежу, но, тем не менее, представление о том, какие страны, какое место занимают, у меня смутно. Особенно странами второго, третьего мира. Ну, я почему-то подумал, что Венецелла какое-то имеет отношение к Ливии, что они как-то там побратимы, братья. Мне показалось, что можно за них сыграть, и, может быть, их быть в каких-то ведущих ролях. Оказалось, на самом деле, что... А Венецелла я, собственно, ничего не знаю, кроме того, что там обучаюсь, является президентом. Ну, я даже не знаю примерно, если так припоминал, по школьному курсу, где она там примерно находится. Совершенно не знал экономической состоянии, не знал, что они нефтью там торгуют. Даже не знал, кому они нефть продают. Вот так, предположительно, понятно, что вроде Америки. В общем, из того, что, как бы, я вот, например, как игрок совершенно нулевой, да, там... Может быть, я, конечно, место неправильно занял, выбрал неправильную сторону, но, тем не менее, ничего не знаю, как бы, я понял, что я могу сыграть в этой игре только чисто произвольно. Там был еще один человек, который за ней играл. И мы с ним согласились после первого такта, на самом деле, что мы, как бы, находимся на периферии игры, и мы решили просто хоть какую-нибудь активность проявить, вообще хоть что-нибудь сделать, просто так. И мы начали ходить со всеми разговаривать, просто так, задуру. Во-первых, начали какие-то строить плавные проекты, там, совершенно безумные, просто. Суть вопроса в чем состоит? Суть вопроса состоит в том, что, если человек вообще не имеет к этому отношения, то он может только что-нибудь просто придумать. Понятное дело, что он может придумать на основе того, что в принципе только может быть. Ну что можно было придумать на месте Венесуэла? Ну что? Можно было придумать, поскольку все кругом объединяются, то нужно объединяться, там. Что там? Венесуэла вроде как-то там в политическом отношении, по крайней мере, на уровне своей жизни, противостоит Америке. А если бы ты стал руководителем Америки тогда, что бы ты делал? Да вот в том-то и состоит суть вопроса, что если бы я стал руководителем Америки, я не очень-то сильно хорошо знаю, что там противоречие Америки, где-то и Ливии находится. Ну как бы там я мог бы предположить, что Ливия там своего рода там социалистическая страна, и что вроде как Америке это может не понравиться, или там может еще какие-нибудь интересы мог бы там взреть. Я подозреваю, что здесь во многом игра происходит следующим образом. Люди приходят со своим знанием. Никакого такого чувствования, как Канкигер говорит, как происходит на Рослангу Хеллингера, здесь нет. Люди приходят со своим знанием. И очень сильные и мощные игроки, которые обладают какими-то уже наработками, в смысле того, как бы могла ситуация развиваться. Ну да. И они привносят эту линию. Поскольку они сильные и мощные, поскольку они, действительно, у них есть. Уже информированы. У них есть уже воля. Опыт есть. У них есть подготовка и воля. Они уже знают, чего они хотят. Они уже знают, как надо играть. Ну да. И они в эту волю продвигают. Все остальное на самом деле, все, что происходит, оно, самое-то, что интересно, оно становится неожиданным. Все, что происходит, оно не является неожиданным. В каком-то отношении люди придумывать нельзя много чего. Придумывать то, что, во-первых, уже как-то накладывается на то, что уже были какие-то события, а во-вторых, как на самом деле сталкиваются различные мнения о ситуации. Различные мнения сталкиваются, возникают какие-то, может быть, иногда какие-то мелкие противоречия. Я сомневаюсь, что из того, что происходило, можно делать какие-то далеко идущие выводы. Скорее, на самом деле, это своего рода обмен информацией. Люди приходят со своей информацией. Но на уровне игры. То есть можно обмениваться информацией, можно сесть в кружок, обменяться с мнениями, а можно, на самом деле, попытаться сыграть. Что забавного есть в игре? В игре есть некая ангажированность. Ты, как участник событий, ты можешь что-то сделать. От тебя зависит будущее. Ты чувствуешь себя неким властелином мира, что называется. Ты влияешь на судьбу мира. И вот эта мощь, она просто побуждает вообще проявлять активность. Потому что ты мог бы прийти на собрание какой-нибудь там, на семена, сесть там и вообще ничего не говорить. Или там издалека какие-нибудь фразы бросать, там отдельно. Это пренебрежительно. А здесь ты вроде как участник событий. Тебе просто интересно полностью раскрыться, показать весь потенциал. Это первое возражение. Первое возражение состоит в том, что люди приходят со своей информацией и просто ей делятся. Второе возражение состоит в том, что были амбиции. Вот Игорь недаром играл за Россию. И не мудрено, что у Игоря огромная амбиция. И не мудрено, что Россия получила статус, какая получилась. Дело в том, что если бы за Россию играл другую игру, вот, допустим, за Бразилию играл этот человек, молодой человек, как бы он, может быть, он обладал какое-то знание, может быть, нет. Но он был как-то, то ли скован, то ли как-то так, внутренне пассивен, то ли просто какие-то еще другие сдерживающие факторы, не позволяя ему раскрыться. Он, в принципе, ничего не делал. И если ему предлагали, допустим, давайте через вас Россия поставит оружие левит, то он соглашался. Он соглашался вообще на все. То есть он, в принципе, не играл. Он просто был нулевым местом, в которое можно было любую информацию вложить. То есть, получается, что Бразилия в этой расстановке не играла ничего. А почему? Да потому что игрок был нулевой. Это зависело от человека. Но ты нулевой игрок? Я не нулевой был игрок. И именно поэтому я со второго такта решил хоть что-то сделать. Объединил там всю Россию в Америку. Много удалось сделать? Много достаточно. Я, да, конечно, я же хотел потом у бандировщика послать там. Я не стремлюсь. Ну, понятно, они не долетели. Не, не, дело не в этом. Просто ты сказал, что не стоит портить игру. Ну, на самом деле, это вот глупость. Понимаете, тут как бы... Я мог бы сделать все, что угодно. Конечно, тут есть некая расстановка сильных игроков. Сильные игроки меня игнорировали, потому что я был на периферии процесса. Естественно, они как бы внутренне понимали, что они следуют некой логике. И не могла какая-то там Венесуэлла вступить в войну с Америкой, там, да, на просто на ровном месте из-за какой-то Ливии. Понятное дело, что это просто не прошло бы, да, там. Не хватило там времени или еще чего-то не хватило. Я считаю, что, по сути, игра имеет произвол, связанный с тем, что в зависимости от того, какие игроки какое место занимают, она приобретает тот или иной характер. За Россию играл сильный игрок Игорь, да, и его компонент был еще более сильный, на самом деле. Он вообще был под хомом, там. Игорь просто мощный в смысле теоретической, а тот был мощный в смысле информации практически, да, он очень много знал, чего там. Мне все, что можно только было узнать про Венесуэлла, он мне рассказал, да, чтобы я хоть как-то мог по игроку вступить, да. Ну, вот эта произвольность, она на самом деле создает из этой игры вот просто тусовку. Вот некая тусовка, ты пришел на тусовку, ты тут ничего этого толком не знаешь, как что надо делать, не знаешь, там, да. Есть некие там, делай что хочешь, да, вот это вот. Вот я не уверен в том, что здесь есть какая-то стратегия или есть какая-то технология. Скорее просто это вот некий способ игровой обыгрывать информацию, вот некий способ делиться информацией в игре. Вот знаете, в свое время были зорницы. Можно было там солдатики передвигать, а можно было участвовать в неких вионерлагерах. Да, участвовать в неких сражениях, там, соревнованиях и так далее, да. То есть, ну, когда ты участвуешь в зорнице, ты буквально, наверное, в силу того, что тебя все это захватывает, ты чувствуешь, вот дух вот этого, да, соперничества, ты чувствуешь, что это настоящая война, там, после... Всегда в конце этой зорницы всегда было общее сражение, когда войска на войска надо было погонить срывать, да. И это всегда было просто таким фурором, да, потом это вспоминалось, потом все оставшееся время, там, которое мы проводили в лагере, все вспоминалось, кто как воевал, у кого там один остался погон, там, у кого там быстро убили, и почему убили, и так далее. То есть, просто вот это, я считаю, что эта технология, это способ заинтересовать людей, вот, вот, ангажировать их в процесс, да, вот, ввести, да. Потому что многие люди, ну, не хотят они, там, неинтересна политика, ну, там, мне, например, лично неинтересно, там, там, события, которые там происходят, они всегда какие-то велотекущие, какие-то непонятные смысл часто, то, что не обладаешь полнотой информацией. Ну, а здесь события происходят быстро, да, какие-то там, в нескольких часов происходят целые, прям, пласты событий, да. И любопытно, как вот в этой модели, да, маленького мира, да, и к которому ты сам лично участвуешь. Не, ты больше маленький, ты, наверное, человек третий был, да? Двадцать. Двадцать? Да. Двадцать человек. Любопытно просто, что ты участник событий, вот, просто чувствуешь, что, на самом деле, как вот все тяжело дается, как вот мир устроен тяжело, да, как вот много есть противоборствующих интересов, много есть противоборствующих всяких сил, там, каких-то там связей, там, допустим, надо вот учесть одно, другое, третье, то есть какое-то вот понимание того, что мир сложный, оно, конечно же, чувствуется и приобретается. Но я сомневаюсь, что это стратегия, я сомневаюсь, что это технология. Я вот ходил специально, чтобы понять. Это компьютерная игра в жизни. Вот, кстати, хорошая, да, можно сказать, что это компьютерная игра, да, своего рода. Не знаю, может быть, в этом и состоит, собственно, технология, вести человека в жизнь, да, то есть попытаться, с помощью этого, попытаться разыграть некие события, некую информацию, там, в лице, да, вот, пересоентифицировать. Не просто, как бы, говорить, что вот какая-то там абстрактная Америка, а конкретный человек олицетворяет Америку, конкретный человек олицетворяет Индию или другие, там, страны, да, и в процессе их взаимодействия что-то получается. А вот теперь о выводах. В конце этой игры всегда возникает, как бы, вот, некая расстановка и какие-то выводы. На самом деле эти выводы очень произвольные. Они зависят от того, насколько человек умеет интерпретировать ситуацию. Потому что, вот, если возникает, допустим, некое расположение фишек, да, их можно, ну, достаточно произвольно интерпретировать, в зависимости от того, умеешь ли ты какие-то отношения строить или не умеешь. А если ты владеешь, допустим, софистикой, можешь как угодно тут какие-то придумывать взаимосвязи, там, что-то настраивать, подводить какие-то основания, там, контексты подводить сюда, и рассказывать, что на самом деле это не просто так, там, вот у нас такая Индия была, так, от которой я рассказывал. Этот человек, который после первого такта звонил своей матери и говорил, что он тут в игре лишний, что он не понимает, что делать, и который я... Он из России вел, как-то, как-то, так. Да, из России, да. И когда я ему сказал, давай вообще что-нибудь придумаем, просто от балды, будем... А потом так-то он стал Индией. Правильно, будем городить всё подряд, что угодно будем городить. Мы просто с ним начали что-то городить, и в итоге получилось, в конце расстановки, что Индия там приобрела какое-то особое значение, что там вот-вот Индия там, это какая-то такая, это как там... Ну что, вроде Индия тут выступила на какой-то передний план, она там как-то специфически выделилась и прочее, и прочее. Вот всё это, мне кажется, всё, вот эта случайность игры. Если бы человек просто решил бы ничего не делать посевно, ничего бы этого не приобрелось. Вот такие возражения. Что во многом здесь... Я бы сказал, что эта игра скорее характеризует как каждого конкретного члена, а не члена характеризуют события. Он полностью уйти от индивидуальности игроков. Да, не удаётся. Не удаётся уйти от индивидуальности игроков и от некой ограниченной информации, которой они владеют. Не удаётся получить что-то новое, не удаётся. Получается, как раз наоборот, как раз в этой всей игре, наоборот, выявляются как раз индивидуумы, а не общие какие-то эти понятия. Не очень-то индивидуумы выделяют. Ну, знаете, вот так... Как раз конкретно отношение каждого конкретного человека, как он выступил, как он себя проявил, то есть его личные качества, а не нечто абстрактное. Не очень индивидуум мой. Если индивидуум силен, то он и продвинуть мог. Вот тот же Булат чисто психологически был силен, и индию, так сказать, поднял, и Венесуэла там нашли. Да не важно, не важно. Это селопозиционно рассказывает, они там как были на периферии, так и сидели всю жизнь на периферии. Так нет, ты рассматриваешь и Венесуэлу, я рассматриваю его проявление как личность в данном случае. То есть я играл проявляя личности человека, а не какие-то общие принципы. Я в основном игре играл за ислам на территории России. Я тоже на периферии болтался, помню. Суть еще здесь, смотрите, в чем состоит. Состоит суть в том, что действительно, если ты назвался Венесуэлой, люди тебя и воспринимают как Венесуэлу. То есть здесь надо было угадать еще. Тут еще такая фишка есть, чтобы сыграть, надо было что-то угадать. Угадать, какая сила станет в этом варке. Основных игроков, да, назначили. А чтобы тебя не игнорировали другие. Калашников стал Каддафи, не сам его назначили этим. Ну я это и говорю, что если бы назначили другие, игра была бы другая. А я был назначен на роль России. Если бы ты стал Каддафи, интересно, что бы было? Мириться бы я стал человеком. Я бы сразу сказал. Я бы стал мириться. Я не стал бы воевать. Это глупо было. Со стороны Каддафи воевать было глупо. А в данном случае Калашников так себя проявил. Ну они войну объявили Америке. Не Америка как бы напала там. Вот видишь. Она сначала начала бомбить. Начала обновить. Сразу появляется, что личность играет роль. Но опять же, заметьте, вот мы сейчас сидим здесь и обсуждаем эту игру. Это означает, что все-таки для нас, и мы с играми участники, это оставило какой-то след. Ну конечно оставило. Потому что, своего рода, это вот игра, жизнь тоже игра. Ты проявляешь себя в этой игре. Да. Мы поиграли в эту игру, и это на самом деле нас как-то втянуло в некую жизнь. Ну не очень. На самом деле есть некоторые. То ли эмоциональная усталость, то ли такое. Вообще не скуки. Я единственное могу сказать, что я не против игры. Потому что игра очень интересная. Потому что ты действительно участвуешь в неком процессе. Как активно. Умных, образованных и легендных людей. Но. Но это не технология. Не технология. В лучшем случае это технология для детей. Для того, чтобы они попытались в игровой манере запоминали некую информацию. Есть некая информация, какие страны бывают. Какие в этих странах лидеры. И примерно какую расстановку в мире. Как они в мире расставлены. Какое соотношение силы есть между этими странами. Вот для того, чтобы это показать. Чтобы дети это запомнили. В игровой манере это наиболее приемлемый вариант. Это один из педагогических приемов. Который на самом деле используют. Педагоги его усиленно используют. Но говорить о том, что это есть некая технология. И пропагандировать ее именно как технологию. И пытаться подводить под это какие-то основания. Но я думаю это слишком сильно. Хотя как бы есть расстановки Хеллингера вроде. И они уже проверены и опробированы в мире. И не только в мире. И у нас уже. И многие люди участвуют. И в том числе и умные. И все действительно удивляются, что что-то там происходит. С этим нельзя спорить. Хотя и про расстановку Хеллингера я в свое время выдвигал какие претензии. Как на самом деле они работают. Тут еще вопрос в чем состоит. Еще тут состоит то, что действительно Игорь начал с правильной позиции. Что вот он сказал, что это не игра. В том смысле, что дети собрались. Как вот раньше происходило. Дети во дворе собирались. И говорили, во что будем играть. Они говорили, вот мы будем сегодня идти русскими. А вы будете немцами. И давайте воевать. Вот. Я не согласен Игорь в том смысле, что это не игра такого же стиля. На самом деле взрослые тоже хотят поиграть. Только игры они более интеллектуальные. Они более серьезные. Они претендуют, что эта игра не просто расстановка воображения. Что она мыслью изменяет будущее. Влияет на судьбу человечества. То есть, вот это влияние на судьбу человечества и изменение будущего есть некий стимул, да, чтобы прийти взрослому человеку и вот вспомнить вот эти детские дворовые игры. Да. Я иначе, иначе как это не воспринимаю. Так вот. Такие игры. То, что влияет на будущее, это в принципе, я думаю, что вполне реально, потому что люди общаясь... Понимаешь, самое интересное, что с точки зрения науки мы проверить это не можем. Мы можем так и говорить, да, влияет на будущее, давайте в это верить. Но вам претендует достаточно радикально, что ты когда собираешь типа того, что знание ректора на 50 человек или какую-то стратегическую, то она на космос, то есть на мир, влияет гораздо больше, чем 50 произвольно собранных людей. Я бы знаю, что сказал. Вот возникает некий общий контекст. Вот собрались люди, с разных, приехали из Москвы, из других городов, приехали, да, из Петербурга, естественно, там. Как им объединиться? Вот можно посидеть и поговорить. Ну, вы сами понимаете, что время-то ограничено говорить, да, там. Ну, один, скажем, второй, третий, там. Ну, сколько можно говорить? Это первый способ. Второй способ просто поиграть. А давайте не будем говорить, да, о чем говорить, а просто поиграть. И я вас уверяю, что в игре я там умудрился с людьми познакомиться больше, чем, ну, на любом семинаре, на каком, в котором можно было собраться, там, обсудить. Потому что ты как-то неформальной обстановке по каким-то, там, совершенно непонятным вопросам, там, с ними встречаешься где-то, кулуарно, где-то там, что-то еще, как-то пытаешься с ними какие-то еще, а что-то договориться, там, хи-хи, ха-ха-ха. В общем, просто такая неформальная обстановка позволяет людям объединиться. А это объединение для чего нужно? Это объединение нужно для того, чтобы потом, в конце, когда вот подводятся итоги, уже как бы сложить некую общую картину. Вот есть разрозненные знания, разрозненные мнения, да, и вот они должны как бы релаксироваться в некую общую мнение. И вот когда в конце игры вот это общее мнение высказывается, все люди довольны. Почему? Потому что вот каждый из них, он в это общее мнение вложил, сделал свой маленький вклад, да, в виде вот того, что вот он выиграл в игре, и он, ему говорят, ты не просто играл в игре, ты влиял на судьбу человечества. И вот он, вот влияние на судьбу человечества, а на самом деле на общую расстановку сил, он, как бы, расстановку сил, которые, в конце, просто анализируются. Он это чувствует, свое влияние, даже если он уже ничего не говорит, даже если он просто сидит и отдыхает, да, он уже чувствует, что вот он внес некий вклад. Ему некое единое целое, некий единый организм. Ты считаешь, что это иллюзованный вклад? Да, я считаю, что это иллюзованный вклад, естественно. Я именно так и считаю, что это тот самый вклад, как вот в древности, да, люди собирались вокруг костра, там, плясали, да, и вот они чувствовали, что они единый организм. Это тот самый, как бы, психологический, можно это назвать, коллективистский, да, с точки зрения прошлого. Это и есть результат влияния? Ну, ни в коем случае, как бы, я считаю, что и в это, мне кажется, можно, наверное, можно попытаться установить какими-то методами, если, допустим, варьировать участников, брать одних, других, третьих, и расстанавливать одну и ту же ситуацию. То есть, можно доказать, что, мне кажется, что в этой игре нет технологий, да, что эта игра, на самом деле, просто есть некая совместная деятельность умных людей, которые пытаются добиться единого мнения. Вот моя такая проблема. Ну, а по поводу расстановок Хеллингера, это надо отдельно, как бы, разговаривать, там тоже есть определенного рода возражения. Ну, хорошо, ладно, ну все, записали. Продолжение следует...